Я всех горячо приветствую, мои дорогие друзья, на связи Максим, компания Priority Auto и сегодня для вас мы снимаем новогодний вывоз автомобилей с аукционов Японии и мне писали в комментариях, что не нравится, что я нахожусь в очках я конечно прошу прощения, но у нас сильно выпал снег, у нас очень сильно бьет солнце поэтому с вашего позволения я надену очки и продолжу рассказывать вам про автомобили ну что ж, поехали! Так, дорогие друзья, ну а начнем же мы наш выпуск вот этой вот красавицы крайне редкий гость у нас на стоянке, это спортивный автомобиль, на минуточку и единственное, что хотел бы попросить вас досмотреть этот видеоролик до конца потому что в конце будет поздравление от нашей дружной команды, компании Priority Auto ну и что же у нас по автомобилю? Здесь перед вами Toyota GT86, она же Subaru BRZ, она же Skion FRS в общем никакого отличия друг от друга они не имеют, кроме шильдиков под капотом и шильдиков на капоте, и шильдиков на бампере, в общем только шильдики у нас отличаются что же конкретно это за вариант, это у нас ни разу не стоковый автомобиль первое, у нас здесь губа моделиста, у нас обвесы моделиста, у нас колеса, ноу-нейм, но очень красивые тормоза Brembo, задний обвес I'm Gain, Ducktail I'm Gain, у нас здесь есть ветровики под капотом здесь тот же самый FB, FA20 мотор, слабоват, не турбо, все такое в этом духе, типа спорт, но не спорт единственное, что еще японец молодец, он озадачился вопросом занижения этого автомобиля и поставил хорошие здесь стойки, калловеры, HKS в целом, единственное, что его не делает спортивным, это наличие автомата, а не механической коробки передач что ж, давайте перейдем в салон и посмотрим, как сидится в спортивном автомобиле на сегодняшний момент так, ну и вот мы в салоне последнего спортивного купе от Toyota что же мы здесь, в принципе, видим? Японец нам поставил здесь селектор переключения передач, вот такой у нас очень хорошо расположен ручник, у нас очень хорошее сидение, удобные ковши, подрулевые лепестки спереди у нас никакого спидометра, здесь только тахометр, все, это гоночная машина при этом у нас здесь есть круиз-контроль и климат-контроль тоже, все в целом, сел на него, выключил трекшн-контроль, включил режим трека, схватился за руль и как камикадзе полетел кататься по треку потому что по рулежке это ближе к картингу спортивный хороший автомобиль ну и что же самое главное, сколько вышел данный красавчик на сегодняшний момент а вышел он с таким тюнингом в 1 миллион 800 тысяч рублей это 2018 год, пробег 35 тысяч километров оценка 4,5 балла как по мне, вполне вменяемая цена за последний рестайлинг перед тем, как они выпустили GR86 ценник вполне приемлемый, а вообще такие варианты, если мы берем в стоке, там год тринадцатый непроходные, с пробегом больше сотни, R-ки и так далее, то можно уложиться и в полтора даже где-то и в 1,3 миллиона, почему бы и нет ну и на этом, думаю, можно про него закончить перейдем к следующим автомобилям, каких у нас еще много на стоянке с этим местом, ты кого собираешься там возить вообще сзади? ладно, ладно, как-то у нас все это быстренько получилось вообще машинка очень хорошая, ну заслуживает больше внимания к себе то есть, но машинка сейчас нас покидает, поэтому я кратенько расскажу здесь про багажник хорошие слова так, что у нас здесь с багажником? багажник здесь есть и одновременно его и нет то есть максимум, что вы можете здесь перевезти, это одну сумку сиденья же здесь сзади, конечно же, никакие не раскладываются так, ну на этом про джетиху можно, думаю, закончить машинка клевая, она не является машиной на повседнев это скорее маленькая игрушка, причем у клиентки, которая покупала этот автомобиль у нее сейчас старенькая целика и она решила обновиться, взять себе другую купешку с чем мы ее и поздравляем а мы переходим к следующим автомобилям так, ну а следующий у нас на очереди самый доступный кроссовер хэтчбэк от Ниссана почему самый доступный? начну сразу с цены вот этот Ниссан Жук вышел примерно 850 тысяч рублей Ниссан Жук по цене хэтчбэка, по цене фита, по цене там 1.3 вица свежего 2014 год, красненький, красивый цвет, комплектация RS Type-V Turbo Package, там полторашка, ну это RS Type-V но вы спросите, почему, почему вообще так дешево? у него еще и пробег 65 тысяч километров и оценка 4 балла вопрос, почему? а я вам сейчас расскажу почему здесь мы видим только одно у нас стоят колпаки колпаки да колпаки, колес всегда можно купить самое интересное у Жука вообще, в принципе, в салоне у этого погнали в салон смотреть ну и первое, почему же так дешево? во-первых, он идет на ключе ключ, как у Ниссан Атласа второе, руль у нас резинка никакой кожи здесь не пахнет у нас здесь нет климат-контроля у нас здесь обычный салон, никаких систем безопасности никаких затемняющихся зеркал и в принципе ничего, никаких пищалок это дикоражки, обычная акустика автоматическое только водительское переднее стекло и именно из-за того, что это простая комплектация он стоит максимально выгодно то есть мы получаем городской кроссовер по вполне вменяемой цене да, мы не получаем все блага но при этом ездим на вполне с высоким клиренсом по городу и так далее вообще, в целом, Жук машина очень крайне неоднозначная во-первых, потому что он выглядит очень эпатажно даже по сей день он вышел в 2012 году и по сей день кажется каким-то странным даже уже Приус 50 не кажется странным подлокотник у нас вот такой простой есть ручник, есть электропереключение передач слава богу, что здесь хотя бы не механика и в принципе, давайте перейдем в багажник посмотрим вообще, как он как кроссовер удобно ли в нем что-то будет возить или все-таки вообще абсолютно никак ну и конечно же, никаких тебе электроприводов багажника руку взял, руку поднял багажник открыл багажник здесь вполне вместительный сумку перевезти хватит есть место ниша там под что-то еще дополнительное положить ну добротно то есть как хэтчбэк в принципе и кроссовер он хороший то есть по городу кататься передвигаться девушке передний привод вот он такой красивый красненький вообще за глаза то есть даже если вы выбираете между автомобилями там фитами, витами, аквами рассмотрите Ниссан Жук да он выглядит необычно но их много и они интересные плюс я даже больше вам скажу он вышел 850 с хорошей оценкой и хорошим пробегом если же мы возьмем пробег больше сотни год там 2013 оценку R да они вообще могут стоить по 750 тысяч рублей задумайтесь это очень хорошая цена и очень интересный в плане цены кроссовер ну с Жуком я думаю мы закончим и перейдем к следующим автомобилям каких у нас еще много на стоянке и вот убийца Камри только что был вывезен нашим экспедитором со склада конечно же это Хонда Аккорд в кузове CR7 рестайлинг красавчик на красивых колесах в целом Аккорд топовый автомобиль это передний привод 2 литра хорошая силовая установка двухлитровый надежный мотор комфортный красивый салон красивый внешний вид у автомобиля красивая передняя оптика в целом машинка в плане эпатажности не самая лучшая но как хорошая альтернатива Toyota Camry или как его прямой конкурент вот пожалуйста в целом про оценник сразу же скажу это у нас CR7-16 года оценка 4 балла красивый серый цвет пробег 98 тысяч километров и вышел он ориентировочно в 1,7 миллионов рублей чем же вам не конкурент Toyota Camry которая стоит все равно чуть-чуть но дороже а сейчас про салон пойдемте глянем у нас здесь полукожаный салон электропривод водительского сидения хороший добротный подлокотник селектор переключения передач даже не селектор а кнопки переключения передач подогрев сидений также у нас здесь два монитора верхний и нижний хорошая мультимедиа полный мультируль адаптивный круиз-контроль различные системы безопасности красивый цветной спидометр все стекла у нас автоматические память сидений что же еще нужно для добротного седана Honda молодцы Honda постарались причем они очень давно уже его выпускают все его знаете и в целом думаю на этом можно продолжить расскажем сейчас про задний ряд и про багажник я вам так скажу я езжу на Toyota Camry в аккорде места не меньше а может быть даже и больше то есть в этом плане он как полноценный полноразмерный седан здесь очень удобно сидеть плюс у нас сзади есть подогрев сидений что немаловажно это у Крауна такой истории нет сейчас про багажник вообще у Хонды поговаривают что очень маленький багажник сейчас мы его и посмотрим так ну и багажник здесь конечно маловат ну то есть здесь даже есть надпись не больше 7 килограмм загрузки то есть человека вы здесь уже не переведете это уже не те времена в целом даже я вам так скажу размер колес точнее колеса сюда не поместится 2 максимум то есть если в Крауне или в Камре можно закинуть 4 колеса я перевозил ну правда там не от Камре не от Крауна в общем сюда колеса вы никогда не положите пару сумок максимум то есть да здесь конечно же больше багажник чем у Subaru BRZ Toyota GT86 но это седан а для седана это маловато но зато здесь очень приятный салон в плане размеров будет очень удобно сидеть сзади так что же у нас здесь есть еще сирена да сирена сейчас мы покажем вам сирену вот на сирену e-power также было вывезено буквально вот только только экспедитором со склада что же мы здесь имеем это у нас highway star гибрид да не просто гибрид это гибрид e-power 1.2 литра в черном красивом свете в комплектации highway star что же можно интересно сказать по сирене это сирена за 1.5 миллионов рублей вот такая красавица с оценкой 4 балла с пробегом 57 тысяч километров красивая оптика агрессивный внешний вид есть сонар есть круговой обзор что еще нужно для достаточно хорошего городского семейного кроссовера хорошее удобное сидение и по салону большое количество опций погнали смотреть так что мы здесь имеем полный мультируль адаптивный круиз-контроль с функцией пропилот подогрев рулевого колеса две электродвери различного рода бардачки хороший большой второй экран информативности что у нас по автомобилю климат-контроль у нас к сожалению не раздельный большой монитор различные системы безопасности достался от японца регистратор и единственный конечно же минус отличающий Ниссан от Тойоты это одно автоматическое стекло водительское салон у нас конечно же не кожаный и в принципе что у нас здесь сзади а сзади у нас здесь раздельный диван но как вы знаете у некоторых Ниссанов есть функция ездящей задней спинки то есть у нас может быть цельный диван либо же спинка которая катается вперед-назад здесь этого не завезли поэтому у нас обычный капитанский салон вполне себе добротный где он у нас здесь откидывается спереди есть столик под столик есть два подстаканника под пиво и водку колбасу селедку закрываем подстаканники смотрим что у нас сзади прохожу на задний ряд вот таким образом сажусь сам за себя и понимаю что в целом куда-нибудь поехать на море в компании друзей у меня здесь получится ну и что же у меня спросите почему такая цена а все потому что наши менеджеры молодцы и умеют покупать для своих клиентов хорошие автомобили по приемлемым ценникам 4 балла 57 тысяч пробегу highway star e-power 1.2 литра и на этом все идем следуем дальше продолжаем же мы конечно же про багажник про который я вам не рассказал багажник как и у любого добротного минивэна здесь не так много места когда разложен задний ряд сидений если мы его убираем соответственно места становится больше времени на сожалению нет его убирать поверьте мне на слово здесь в принципе все как у степп-вагона Voxy закрываем и смотрим следующий автомобиль еще очередной бусик для наших клиентов с аукциона в Японии вообще могу сказать так наши клиенты очень любят минивэны за что мы очень благодарны потому что минивэны возить на самом деле одно удовольствие их очень много на аукционах ну а здесь у нас Хонда степп-вагон не спада РП-1 передний привод комплектация базовая то есть как видите колпаки ничего необычного обычная галогеновая оптика нет туманок обычный белый цвет но у этого степп-вагона самое интересное это находится сзади давайте глянем что у нас сзади посмотрите на пятую дверь видите это степп-вагоновская настоящая пятая дверь почему обратил внимание именно в данный момент потому что это у нас РП-1 кузов это ни разу не спада это обычный степп-вагон и они в подавляющем большинстве идут с обычной дверью которая открывается просто наверх здесь же нашему клиенту сказочно повезло дверь ваку-ваку чисто московская тема на самом деле когда ты запарковал полностью автомобиль справа-слева и ты никак не можешь в него сесть открыл сзади дверь зашел все сел за руль и помчал вперед ну и сразу же ради эксперимента показываю как открывается как открывается обычная дверь в принципе как и везде как и в сирене как и в ноуке как и в воксе но ваку-ваку это конечно фишка чисто хондовская багажник здесь ну обычный минивэновский багажник сзади сидеть кстати в чем и фишка этой двери вот Игорь снимай оттуда снимай-снимай сейчас покажу кто еще не показывал открываем дверь всем салют место здесь так же как и везде повторюсь если выбираете минивэн и выбираете именно в плане удобства заднего ряда по опыту скажу везде второй ряд примерно одинаковый степ-вагон воксе новых сирена и так далее и так же здесь есть ручка вот такая и мы отсюда выходим что же у нас здесь по салону какие у нас здесь есть отличия сейчас я вам покажу чем он отличается просто степ-вагон от спады в салоне у нас здесь у обычного степ-вагона он светленький если вы не любите темные салоны светлый салон есть в РП-1 кузове резиновый руль одна электродверь круиз-контроль неадаптивный управление мультимеди два экрана большое количество бардачков отсутствуют подогревы сидений раздельный климат-контроль ручки страха у водителя нет водитель должен быть бесстрашным и на этом со степом можно сказать все это у нас повторюсь ни разу не обзор это автомобиль привезенный с аукционов Японии для нашего клиента и самое главное у этого степ-вагона его цена оценка пробег цена миллион двести восемьдесят тысяч рублей за большой минивэн второе пробег восемьдесят четыре тысячи километров и оценка четыре балла передний привод как по мне вполне вменяемая цена чуть больше миллиона и у вас семейный минивэн продолжим а закончим мы сегодняшний выпуск вот таким легендарным красавчиком альфардом в двадцатом кузове 2010 год 2.4 бензин передний привод в общем что по нему комплектация у нас неплохая две электродвери без люков черный красивый цвет оценка автомобиля была 3 балла было замято крыло его покрасили сейчас соответственно все в порядке машина может ехать по ценникам сразу же очень немаловажный фактор вот такие альфарды в этом кузове могут стоить как 1.2 миллиона 1.3 так и 2 миллиона в зависимости от модификации объема двигателя в данном случае 2.4 передний привод нет никакой гибридной установки и вышел он ориентировочно в миллион 350 тысяч рублей и чем же так славится альфард переходим в салон в салоне наш альфард имеет руль косточкой большую центральную консоль с различного рода подстаканниками хороший кожаный руль по салону конечно он пришел грязноват но так приходит большинство японских автомобилей будьте к этому готовы то есть химчистка все это дело исправляет есть ручка большая торпеда неплохая мультимедиа климат контроль есть также управление кнопки на руле то есть в целом посадка в нем как и в любом альфарде что в 10-м 20-м и 30-м одинаковая ты сидишь чувствуешь себя в хорошем автобусе тебе в нем приятно ехать на мой взгляд за свои деньги самый большой микроавтобус самый идеальный вообще в принципе по бюджету и по цене сзади мы здесь имеем раздельный диван в котором приятно можно сидеть также японец озадачился и поставил сюда задний монитор то есть комфортно машина старая вот мне все пишут старая машина 10-й год о чем ты говоришь зачем эти альфарды нужны да за тем что он большой он комфортный и очень на мой взгляд дешевый так а багажник какой же здесь багажник ну а багажник как вы понимаете соответственно здесь побольше чем в тех же самых степ-вагонах в Оксиках Нолохах и Сиренах перевезти здесь можно больше место сзади не для двоих а в принципе вполне для трех ну не очень больших людей нету никакой дополнительной ниши все есть салон задний убирается складывается и сумки что-то еще в поездку в дорогу можно с собой взять вообще Альфард можно пригрузить экспедиторским багажником загрузить всю семью и отправиться в путешествие на мой взгляд один из интересных способов либо заработать либо попутешествовать по стране привезти себе Альфард из Японии приехать за ним всей семьей погрузиться и отправиться в путешествие по стране там в Краснодар Москва Петербург ну или там Новосибирск Красноярск так ну на этом друзья у меня все это был маленький коротенький предновогодний вывоз автомобилей это то что пришло буквально вот в течении трех дней было вывезено у нас со склада временного хранения а я с вами прощаюсь на связи был Максим компания Priority Auto большое спасибо за просмотр всем пока а теперь поздравления от всей команды Priority Auto всем большой привет на связи Константин ну что ж прошел еще один год честно он был не самым легким но и так же хочу сказать честно что он был очень плодотворным для нашей отрасли с каждым годом мы стараемся становиться лучше и что в принципе мы с каждым годом и делаем все это благодаря вам наши клиенты и конечно же вам все зрители наших социальных сетей хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку и доверие благодаря этой поддержке мы уже который год ведем нашу большую плодотворную работу и открыли новое направление поставки техники из Южной Кореи также наш офис в Москве работает уже более года в новом году конечно же мы продолжим также усиленно работать и улучшать свою услугу от лица компании Priority Auto я хочу вас поздравить с наступающим новым годом и пожелать вам как духовного так и экономического роста пусть 2023 год будет в 5 раз лучше продуктивнее полезнее по здоровью в любви в работе где угодно в 5 раз лучше чем все предыдущие года вашей жизни с праздником дорогие друзья желаю вам ровных дорог желаю семейного и финансового благополучия добиться всех поставленных целей успехов вам и мира в семье чтобы ваш бюджет всегда были машины на аукционе больших успехов процветания здоровья семьям чтобы все ваши беды остались в старом году а в новом году вас ждало только счастье радость ну и конечно чтобы ваши мечты ваши заветные мечты они сбывались и мы вам в этом поможем с наступающим вас 2023 годом ура с наступающим вас 2023 годом Ура! Я ступил.